доброе утро ребята посмотрите что это за штука вот я вам показывала она мнется как пластилин можно иметь что-то делать из нее посмотрите сколько пены получается и пахнет она очень очень вкусно жвачкой и вот так вот можно купаться что-то играть пену себе делать дозой танечка захотела пену мы не пошли в сайте мне кажется она заболел ну как кажется вчера я просто думала что солнечный дарду сегодня скорее всего что это наверное она заболела потому что у нее сегодня температурой и нос заложила так что вот так вот поела сейчас выпила лекарства и вот я сказал еду купаться я тоже хочу я бы солнечка на температуру я не знаю мне сейчас 82 80 38 и 5 где-то так и посмотрите я бы лежала гостон горячая нет нормальная теплая так нормально договорились что она будет раковине играть и купаться классно пена ребята вы готовы увидеть вчера я вам показывала распаковку сейчас секунду чуть-чуть опущу мне кстати нравится знаете я хочу какую-то такую длинную рубашку чтобы она выступала из под юбки я видела не помню на ком мне так это понравилось как это выглядит как такой прикольный образ был так ну ладно эту пока заправим вот такая вот рубашечка юбочка идеально мне подошла даже смотрите это размер м она мне свободно я еще думала можно тут наверно под затянуть ну то есть с учетом того что я заправила рубашку это прям я правда не завтракала и туфельки ребята это мега красивые туфли единственное мне кажется они будут неудобные но они очень красивые посмотрите они просто очень жесткие и я уже знаю такие туфли посмотрите посмотрите вы просто посмотрите какая красота как изящно смотрятся на ножки просто шикарно мне кажется к этому образу очень сюда подходят но у меня есть вот такие вот туфли я их тоже брала в заре к аутфиту на свадьбу их одевала да вот такие очень красивые надел ну вроде нормально тоже кстати прозрачный надел наделает такая думаю ну и отлично все хорошо но я прошла в них я не знаю мне через час просто это же не могла вот так стоять у меня ступня только ощущение что туда кучу иголок вставили я не могла мне кажется что вот эти что-то типа того же хотя они мега красивые если только не знаю на дети и вот в машине доехать и там сидеть не вставать вообще очень красивые и юбочка мне нравится мне кажется надо только посильнее еще вот тут затянуть мне кажется сейчас я затяну секунду мне кажется именно с вот такой вот рубашкой какой-то не но или х бешный да вот это вот юбка мне нравится этот лучок что скажете я думаю что надо оставлять но не знаю как насчет туфель но рубашечку не посмотрю у меня есть похожая как стоит смотрится хотя такая рубашка точно будет не лишняя но туфельки туфельки мне нравится я кстати намазала сейчас кремом вот этим от невея это просто вонь вонючая и не скажу что как-то по-особенному блестят ноги это же так же как после любого другого крема просто что он еще и воняет надо подумать насчет туфель и боюсь что они очень жесткие очень прям нравится а туфельки соня забежал от кого нравится я рада ты тоже хочешь ну подрастешь потом тебя еще маленькие ножки пулечка стой стой мой малыш идем идем вау как красиво да вот эти да маме надо одевать давайте смотрите у меня уже красная я туфли к сожалению очень неудобные он уже мизинец посмотрите отдавила я буквально три минутки походила вот в этих да надо мне ходить хорошо значит вот эти соня решила тоже выбрать что-то более удобное до более комфортное а эти хочешь померить да давай ведь те подойдут соня говнодав говнодавчики говнодавчики ух ты большие слишком следующие туфельки вот такие вот ну вот видите мне не хватает длины пальцев мне кажется они на небольшом каблучке таком вот интересные формы и блин симпатичненькие вот не знаю смущает меня немножко вот эта квадратная форма и вот здесь вот эта штука они не кожаные и вот эта штука она грубая нам поэтому не знаю так они очень симпатичные тоже как и те посмотрите и на них точно чувствуешь себя комфортно стоишь устойчиво нигде не падаешь не устаешь потому что маленький каблучок но тем не менее смотрите за это интересно смотрите на все равно и это моя самая любимая форма обуви ну из каблуков вот я лодочки раньше носила лодочки потом в какой-то момент они мне разонравились что до сих пор не могу их полюбить обратно не знаю почему вот не знаю даже что меня в них смущает вот такая модель моя самая любимая это каблуки босоножки да то есть это открытые каблуки когда вот здесь всего лишь одна линия и здесь мне кажется это подходит подо все и удлиняет ножки и не знаю на мой взгляд это самая красивая форма вот такая или это может быть вот здесь как-то перекрещиваться эти линии или еще что то но главное что вот открытое открытое и какая-то ну короче не лодочки не туфельки а босоножки немцы называют это сандалии на каблуках вот так вот вот этот наряд я по-любому наверное оставлю по-любому наверное нет ну это вообще ребят посмотрите прикольные такие а как вам не такие же еще черные придут просто ну блин прикольно ой а чё это оно вниз нет не вниз как такие хвостики блин юбка мне кажется что будет великовато может на размер меньше посмотрите это еще же с рубашкой заправленной и вот получается целая рука не знаю вот так мне кажется если бы она была поуже да было бы может быть даже симпатично тогда бы я не смогла бы кушать и дышать а так я ее наделаешь так думаю ух ничего себе прям могу не втягивать живот так ну сейчас речь не о юбке а вот об этих прекрасных туфельках тоже посмотрите какой красивый впереди переплетение вот эти вот шлеечки они такие знаете еще сатиновые очень симпатично смотрятся прям ну блин ну блин что скажете мне все нравятся но вот эти уже удобные они нигде не жмут нет ну как насколько могут не жать туфли да все равно туфли это не кроссовки но по сравнению с первыми да в первых прям я встала чуть-чуть прошлась и мне уже давила в этих нет как в обычных каблуках то есть ты идешь и довольно таки комфортно такие еще черные придут я померяю но мне кажется они тоже очень клевые посмотрите как впереди смотрятся классно я подумаю насколько этих перьев хватит до первой пьянки хотя я больше же не пью не ну красиво красиво ничего не скажешь впереди мне очень нравится и сзади класс прям надо же еще одни остались так ну и последние самые удобные потому что каблучок вообще ми-ни-ма-льный забыло слово минимальный ну как-то знаете нога немножко съезжает смотрите как-то странно тут эта штука держит или просто у меня там она криво вот такие вот ну наверное наверное не с этим нарядом а с чем-то прям супер однотонным я бы одела потому что здесь такой узор ну вот перышки кстати то даже розовые лучше смотреть мне кажется вот это вот цепь красиво когда тут более ну когда ничего не отвлекает чтобы это было как акцент ну конечно в них можно ходить реально весь вечер всю ночь конечно на высоком каблучке красивее выглядит но тоже для разнообразия что-то такое можно но что-то такое но не эти что-то меня в них смущает не пойму что как-то они вот не сидят смотрите как легко у меня нога вылетает со всех сторон то есть она они вообще не держат ее поэтому нет и так так и и так 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 уже так Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 когда начинаю говорить. Я вот слушаю обзоры, например, на те же книги, которые я читала, я потом частенько слушаю отзывы других людей, кто их читал. И это безумно интересно, потому что каждый по-разному воспринимает книгу. Кто-то воспринимает буквально, кто-то видит в этом какой-то более глобальный смысл. Кому-то нравятся главные герои, кому-то нет. Но ясно одно, что когда я их слушаю, я понимаю, что так развернуто, так красиво, я не смогу рассказать о книге. Мне нужно в это влиться, мне нужно просто поднабраться опыта и как-то для самой себя сначала научиться разбирать что ли книгу. Потому что вот я прочитала, например, я прочитала за май три книги, да? Но вот эту можно не считать особо, потому что это, как мы поняли, была детская версия. Вот. То есть я вот прочитала, и я очень много деталей, например, опускаю. После того, как я смотрела, смотрю потом отзывы, я понимаю, что вот это вот я пропустила, вот это вообще мимо меня прошло. А что-то наоборот, я смотрю, думаю, почему они вот об этом не сказали? Мне казалось, что вот это важно. То есть это очень интересно сравнивать со своим восприятием книги, но я пока не готова, я просто не смогу, я не смогу упаковать это в слова, в свои мысли. Поэтому я надеюсь, вы меня простите, и я просто вкратце постараюсь вкратце рассказать, что я прочитала, но это будет неполноценный обзор. Если кому-то нужен полноценный обзор на ту или иную книгу, ищите пока что на других каналах. Я прочитала Манюню, но, как мы выяснили, это детская версия, потому что в основной версии там 200-300 с лишним страниц, если не больше, здесь с рисунками. Да, мне писали, что Юля, иллюстрации тебе это ни о чём не говорит, и формат вот такой. Но дело в том, что полно книг с иллюстрациями, вполне взрослых. Наверное. Или что это я сейчас сказала? А может и не полно. Сейчас вот я задумывалась. А может и нет. Просто я покупаю же тоже и подростковую литературу, да, и детскую, и там иллюстрации, я почему-то взяла. Ну да, я вот сейчас смотрю, тут-тут нигде нет. Ну в Гарри Поттере, ну это тоже, это подростковая. Ну да, блин, да, наверное, вы правы, что по иллюстрации можно было понять, наверное, что это не взрослая книга. Ну и плюс формат книги, но когда я заказывала формат, я не читала, сколько сантиметров эта книга. Думаю ли я купить полный вариант, я не знаю, потому что, честно говоря, мне столько людей советовали. Говорили, что это так смешно. Я читала с каменным лицом, я ни на одной фразе не засмеялась. То есть сама Нарине пишет, интересно, бывают у неё какие-то фразочки проскальзывают, которых я никогда не слышала, да. Я так думаю, хм, можно взять, намотать себя на ус. Но ничего смешного не знаю, как-то вот я не увидела, по крайней мере вот в этой версии тоненькой. И плюс меня дико бесила бабка, да. И, кстати, да, может быть, будут спойлеры. Я не книжный блогер, я ещё не знаю, насколько это... Мне, лично мне спойлеры ни в кино, ни в книгах вообще никогда не мешали. Да, я могу заранее узнать, о чём книга или фильм, и потом пойти смотреть. И мне это абсолютно не портит впечатление вообще. Напишите, как вы относитесь к спойлерам. Но тут могут проскальзать спойлеры. Поэтому, не знаю, предупреждать, не предупреждать, напишите. В общем, бабка здесь меня очень бесила. Тут, значит, речь идёт о Манюне. И это вот типа Нарине, как я поняла. И вот они маленькие, познакомились, и дальше с ними происходят разные истории. Тут их не так много, наверное, как в реальной книге. И у Манюни есть бабушка. И вот эта бабушка меня жутко выбешивала, потому что я понимаю, что это не 23-й год, а что это, скорее всего, бабушка либо моя, либо бабушка даже моей мамы. Вот то поколение. Нужно это учитывать. Это сейчас мы все пользуемся услугами психологов. Не вживую, так онлайн. Куча разных передач и книг. И новая этика, и новые какие-то познания психологии, как воспитывать ребёнка, и что у него там творится в голове в год, что в два, что в три. Это сейчас мы умные. Тогда, наверное, это надо учитывать, что тогда всего этого... Ну, другой был подход к воспитанию детей. Но я не могла от этого отключиться. Я слушала эту бабку, как она эту за ухо возьмёт. Короче, там один абьюз, ужасное отношение к детям. И мне писали там, что это даже мило. Ну, я прям не могла делаться от этого ощущения, что мне прям было неприятно. Честно говоря, не смешно и от бабушки неприятно. Хотя я ждала от неё каких-то таких тёплых эмоций, что я впаду в своё детство. Но вот что-то не впало. Хотя очень этого хотела. Поэтому даже не знаю, стоит ли брать полную версию. Напишите, может быть, полной версии как-то. Это будет интересней. У меня сварился суп. Ну, ничего, пусть ещё поварится. Будет только вкуснее. Следующая книга, которую я прочитала, это «Тургенев. Отцы и дети». Насколько я поняла, это школьная программа в постсоветских странах. У меня, естественно, на её не было. Сама книга безумно красивая. Я вам уже показывала. Она сделана под старину. Даже вот здесь как будто бы порванный корешок. Но это всё не по-настоящему. Эта книга мне однозначно понравилась. И я поняла, что мне хочется читать что-то вот какую-то такую русскую, похожую на эту литературу. Какие-то губернии или как это называется, поместья, не знаю. И вот они там переезжают. Я всё это себе представляю. Вот это вот, вот эти их платья. Мне это очень нравится. Очень нравится. Вот это вот спокойно ты читаешь. Там не происходит чего-то, какого-то сюжета детективного, где ты ждёшь, что же дальше, что же дальше. Но тем не менее, я вот когда её откладывала, думаю, ой, надо вернуться. Что там у них, что там у них? И вот просто мне было приятно читать. Я представляла эту природу. Какое-то у меня вот дачное настроение было. Мне бы хотелось лежать на даче в гамаке или в каком-то кресле с пледом, который связала бабушка, и читать вот подобную книгу. Мне очень понравилось. Здесь, кто у нас главный герой, значит, два брата уже постарше, за сорок им. И у одного из них есть ребёнок. И вот, ну, он типа студент или кто там. И он с другом, со своим, друга зовут Базаров, имя не помню. Они, значит, приезжают к ним вот погостить. И вот Базаров, он, слово было для меня новое, нигилист, по-моему, если я правильно помню. Человек, который, по-моему, всё отрицает. Да, давайте сейчас прогуглим. Так, нигилист, если я вообще правильно говорю. Отрицает общепринятые ценности, идеалы, моральные, культурные нормы, не признаёт никакие авторитеты. В общем, да, вот этот вот Базаров, они нигилистые. И мне очень нравился, кстати, он как герой и его взгляды. Я люблю что-то такое, когда интересно послушать их ход мыслей. Вот, он там спорит с дядей своего друга, да и с отцом, да и вообще со всеми. И в итоге там влюбляется. Она ему не отвечает взаимностью, что было для меня удивительно. Я подумала, что сейчас у них завяжется… Я, честно говоря, думала, что у них там завяжется бурный роман, и он со своим другом поругается, что это будет куда-то туда, но нет, это вообще… Туда не зашло действие. Вот, и в конце он умирает. Умирает. Вот про смерть мне было читать как-то прям… Не знаю, до этого я «Даму с камелями» прочитала, там умирает. Эту я прочитала, он здесь умирает. Следующую книгу тоже сразу спойлер. Там тоже в конце умирает. Прям, блин, я, конечно, не жду. Мне не обязательно хэппи-энд, не обязательно. Но вот как-то про смерть читать я очень начинаю задумываться о скоротечности нашей жизни. Мне это не вводит в депрессию, но неприятный такой осадочек у меня остается. Короче, если кратко, книга мне понравилась, есть над чем подумать. Кто её не читал в школе, могу посоветовать. Очень хочется теперь что-то наподобие. Почитать. Ну, я думаю, вот это вот всё, что у меня стоит, там Толстой, Достоевский, Гоголь, Булгаков. Булгаков, наверное, он по-современнее, да, был? Ну, вот это вот всё, я думаю, что будет похоже. Чехов, наверное, тоже, да, похоже. Так, ну и последняя книга, которую я прочитала в том месяце, это Джек Лондон, Мартин Иден. Это автобиографичная книга, насколько я поняла. Очень интересная, мне понравилась. Порой, порой мне немножко, нет, не затянуто, но вот как будто бы много повторений. Много повторений было, вот это вот меня немножко напрягало. А так, очень классный герой, мне в нём очень многое откликалось. У меня тоже бывают такие порывы на протяжении всей жизни, что я где-то в чём-то то хочу стать лучше, то где-то бывает чувствую себя лучше, где-то чувствую себя полным дерьмом. У него такого не было. Хотя, почему? Было, было поначалу. Значит, герой Мартин Иден, парень без образования, рыбачит, зарабатывает деньги на корабле, влюбляется, знакомится с девушкой из высшего общества, влюбляется, и вот она в него тоже. И вот он хочет добиться её признания, попасть вообще в это высшее общество и начинает как безумный изучать всё подряд, при этом у него отсутствует какое-то базовое образование, у него вроде как даже школа не закончена. Но ему даётся, нет, не тяжело, он какой-то полиглот, просто вот это тоже, вот это я читала, как он там в какие-то мрачайшие сроки познал чуть ли не всё, да, это как-то не особо правдоподобно звучало, могли либо время растянуть, либо я не знаю, что придумать. Но, тем не менее, да, вот эта вот тяга к знаниям, к чему-то новому, очень мне импонирует, потому что я человек, который тоже без конца тянется к чему-то новому, мне всё время хочется что-то, мне интересно очень много разных сфер, да, и если сейчас это книги, ну, скажем, не книги ради книг, а то, что там написано, да, это, конечно, очень интересно, но вот, допустим, до этого, ну, и сейчас параллельно, да, я говорила уже не раз, и мне без конца что-то интересное, могу смотреть какое-то интервью или передачу, и там что-то скажут, меня интересует эта тема, и я начинаю копать в эту тему. Это может быть космос, это может быть, я не знаю, добывание алмазов, это может быть про какую-то страну, это может быть про создание государства, ну, что угодно это может быть, но если меня привлекает тема, я начинаю копать, копать, чтобы немножечко начать в этом разбираться, мне вот жажда, жажда знаний, может быть, есть, да, вот, если бы ещё не моя лень, которая не даёт мне так глубоко, прям на протяжении долгого времени поизучать, да, наверное, было бы ещё круче, ну, окей, вот, этим самым он у меня откликался, очень мне понравилось, где он разочаровался в каком-то высшем обществе, да, и мне кажется, я что-то подобное испытывала в своей жизни, когда ты стремишься к кому-то, к чему-то, к каким-то людям, я сейчас не провожу параллели, но, ну, вот видите, мне не хватает, у меня есть целая мысль в голове, но я просто не могу её выдать, меня вот это дико бесит, всегда бесило, всегда бесило, и потом, когда я слушала кого-то, кто раз и сказал мою мысль, я думаю, боже, это же вот то, о чём я думала, мне кажется, что вот внутри, в моей коробочке, я понимаю больше, чем могу это донести, это, я не знаю, кто сталкивался с таким, напишите мне, пожалуйста, я же не могу быть одна, правильно, наверняка есть люди, которые вот мыслят больше, глубже, чем могут воспроизвести, короче, мне прям тяжело выдать вам до конца свою мысль, но книга однозначно стоящая, грустный конец, грустный, реально грустный, потому что это вот, сразу вспоминая свой опрос с той летней давности в Инстаграме, счастливым дураком вы бы выбрали быть, или несчастным гением, да, вот я встречала такого человека, который был довольно-таки умным, интересным, и вот он как будто бы потерял смысл в жизни, да, вот как будто бы он уже всё знал, и вот на всё смотрел, уже изначально зная, что и где, чем закончится, и это всё равно меня не отталкивает, мне всё равно хочется, я думаю, что мне ещё очень долго, чтобы вообще дойти до этого, но это не отталкивает от знаний, это всё равно мне привлекательна больше мысль грустного гения, чем счастливого дурака, хотя, наверное, счастье дороже, ну не знаю, напишите, что бы выбрали бы. В общем, эта книга однозначно да, эти обе книги я могу посоветовать вам почитать, это более спокойно, интересно, вот это более поучительно, хотя тут тоже, конечно, очень много есть над чем задуматься, о поколениях, об этих конфликтах вечных, почитайте, если не читали, однозначно да. На этом я и закончу это видео, может быть, через годик эти обзоры улучшатся, и мы как раз таки и сравним до и после. Я иду выключать суп и спать, но перед сном ещё почитаем. Всё, всех люблю, пока!